Всем привет, это Варлорд. Сегодня будет безумно необычное видео. Я захотел проверить, плавают ли лего корабли. На самом деле, я уже уверен, что они не будут плавать. Так написано на всех инструкциях, но тем не менее, это не мешает мне. Это прямо сейчас вместе с вами проверить. Мне кажется, будет прикольно. Мы их зальем и посмотрим, что в итоге от них останется. Сейчас здесь находятся два корабля. Тихая Мэри, которая, мне кажется, вообще не продержится. И черная жемчужина. Сейчас я начинаю набирать ванную, и корабли начнут погружаться под воду. Вы уже можете писать в комментариях, как думаете, какой из них утонет первым. Два потока. Горячий и холодный. Сейчас начнут все это заливать. Да, я очень волнуюсь. Наборы недешевые. Реально недешевые. Один эксклюзивный, Тихая Мэри, а другой сейчас стоит в районе 70 тысяч закрытый. Это черная жемчужина. На одном сайте реально 70 тысяч стоит. Кстати говоря, обзор на оба набора у меня есть на канале. Ну и в конце, когда все погрузится под воду, здесь будет шоу. Произошло недоразумение. У нас черная жемчужина утонула. Пока что, тем не менее, битва идет, потому что в конце мы их еще и разрушать будем. То есть тест на прочность. Вот тест на устойчивость. Черная жемчужина провалилась. Смотрим и ждем, когда уже, наконец-то, Тихая Мэри. О! Ой! Ну, как бы вот. Оно сломалось. Отлетела уже часть башенки. Сам корабль полностью утонул. Все он просто перевернул. Но, тем не менее, на этом наше видео не заканчивается, а самая его интересная часть только начинается. Кстати говоря, акула не тонет. Вот вам небольшой лайфхак. Акулу можно мочить. И она, причем, довольно неплохо так наматывает круги. Правда, она косая и делает это боком. Слушайте, ну реально интерактив. Смотрите, она плывет. Жалко, наши корабли так же не могут. Кстати, а вот корабль Крагера из Чима реально плыть мог. Я даже когда-то его запускал, он нормально держался. Может, когда-то найду его и запустим. У меня, кстати, пульт для того, чтобы свет потом включить. Чтобы прикольно было. В общем, я набрал нужный уровень воды. Было шумно. Сейчас будет еще шумнее. Черная жемчужина, она совсем уже там перевернулась. В общем-то, можно сказать, что сейчас происходит битва между... Черной жемчужиной и Тихой Мэри, причем битва за выживание. Места становится все меньше у них. Они просто соприкасаются друг с другом. Ну а сейчас, я считаю, нужно это все немного усилить. То есть пока круто. Но недостаточно круто. Я хочу, чтобы это все было мощнее. Сейчас вся ванная трясется от происходящего. Корабли слились. Да, вот это выглядит реально мощно. Мне на самом деле нравится за этим всем наблюдать. Смотрите, отлетают детали, отлетает все от этих кораблей. Но, к слову сказать, Тихая Мэри как-то прям вообще нормально справляется. В основном, что я вижу изредка, так это пролетающие части черной жемчужины черного цвета. А пока что ни одной мачты не отлетело от Тихой Мэри. Там что-то внутри... А, еще раковины летают. Точно. Там, короче, еще раковины плавают. И создается эффект того, что, ну, это какие-то подводные камни, которые врезаются в корабли. Ой, какая горячая вода. Интересно, пойдет ли это деталям на пользу? Я думаю, что нет. Как-то бы сейчас... Так, 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 смотрите-ка, смотрите-ка. Неплохо, неплохо. Я чуть-чуть придерживаю. Оно заваливается на бок. А если мы поднимем вот эту часть, если мы поднимем две... Может, если поднять эти части, корабль как-то может плыть. Смотрите. Оно как-то его регулирует. Вот. Все, мне заинтересовала эта идея. Давайте посмотреть. Эм, я, знаешь, что-то неприятно степился. Вроде это цепи от корабля. Так, поднимаем вот эту часть. Ну, нет, не очень хорошо, но кое-как, смотрите, оно держалось пару секунд. А так, конечно, такому напору противостоять сложно даже такому массивному кораблю, который от меня куда-то уплыл. А что у нас с черной жемчужиной? Я боюсь ее даже проверять. Ой. Полностью все завело, он даже не хочет... А, а смотрите, кто у нас внизу, кстати. Между тем, тихая Мэри потонула. Прям совсем потонула. А наша черная жемчужина, которую я взял, сейчас мы попробуем, можно сказать, запустить ее заново. Оп. Слушайте, две секунды. Рекорд. В итоге черная жемчужина совсем так наплаву. Я второй раз проверю, но если что, я думаю, она держится чуть-чуть лучше, чем то, что осталось от тихой Мэри, которая теперь совсем перевернулась. Она плывет, смотрите. Ну, сейчас ее пропустим и продолжим наше шоу. Внимание, у меня черная жемчужина. Оп. Раз, два, три. Три секунды. Все. Рекорд. Черная жемчужина выиграла. Да, у нас один-один в итоге. Я считаю, нужно слегка поумерить пыл. А, смотрите, мини-фигурка плывет. Кстати говоря, я немного пересмотрел свое мнение. Вы посмотрите на это. Тихая Мэри и правда поплыла. Здесь нужно было убрать палубы. И если мы их убираем, мы реально видим отлично плывущий корабль. Реально она хорошо держится на воде. 2-1. У меня в итоге, я считаю, что Тихая Мэри была чуть-чуть лучше. А черная жемчужина как-то совсем развалилась. Смотрите, там внизу все паруса. А здесь вообще парусов нет, но зато общая конструкция остается. И мне это нравится. Вас надо сейчас попросить лайк поставить, потому что мне теперь с этим всем очень долго придется мучиться. Смегаешь? Подписывайся на канал. До скорых встреч. Всем удачи. Всем пока.